Добрый день! Сегодня мы продолжим тот разговор, который начали вчера. И, как я обещал, если вчера мы посмотрели, в основном, в первую очередь, это те физические основы, на которых основаны институционные зондирования океанов в карминапазоне. И я продемонстрировал некие применения спутниковых данных. Я уже упоминал, что существует огромное количество архивов спутниковых данных, в которых можно получить информацию как о текущих, так и архивных значениях, в первую очередь, температуры в этой диапазоне, но и также о других параметрах океана, экосистемы океана, океанных атмосферах, и в том числе о метеорологических параметрах. Сегодняшнюю встречу мы разобьем так. Сначала я покажу просто достаточно быстро, какие существуют архивы данных спутниковых, где они находятся, адреса здесь, а потом рекомендую скопировать эту презентацию, и какие инструменты существуют для работы с этими архивами. А потом непосредственно на паре архивов мы в интерактивном режиме попытаемся вместе получить какую-то информацию и посмотреть, на что же способны современные спутниковые архивы и те инструменты, которые существуют в онлайн-режиме для предварительной обработки информации, ее вырезки, заказы и так далее. Это один из слайдов, в котором я начинаю достаточно часто презентацию. Это утверждает, что Севастополь – это родина аэрокосмического дистанционного зондирования. Это фотографии 1902 года с воздушного шара, которые видны с веки загрязнения пленочные. Ну и начнем, собственно говоря, дальше с архивов спутниковых данных. Один из самых длинных архивов и архивов, содержащих спутниковую информацию за достаточно большой промежуток времени различного рода – это так называемый архив NOA, он по-разному все время называется, сейчас называется «Система класс», в рамках которой можно получить информацию о достаточно большом количестве как сырых спутниковых данных, доступ к ним получить, так и к результатам обработки, а именно определенного рода разрешения к картам. И достаточно простой интерфейс требуется предварительная регистрация, она свободная регистрация, информационная только, и потом вы можете получать данные. Ну, в первую очередь, если мы говорим о температуре, интересует это вот ИЛИЧА, то есть ЭЛИЧА, огромный шарик, вот, и главное то, что они полного разрешения здесь, это вот эти вот массивы. Здесь, в рамках этого массива, который предыдущий, можно получать также и картированные информации. Следующий, это, наверное, один из основных архивов, это физико-ошенографии ДТАК, это Джент пропалший в наборе, в рамках которого хранится огромное количество спутниковой информации, связанных в первую очередь с океаном, это и температурные данные, это и данные о альтиметрии, бедре и так далее, и так далее. Ну, и очень важно то, что вместе с развитием вот этих вот архивов, спутниковых данных, развивались и так называемые инструменты для работы с этими архивами. Понятно, что всегда очень сложно загружать глобальные массивы данных, если у вас интерес к какому-то определенному региону. Поэтому уже на протяжении, наверное, 10-15 лет архивы спутниковых данных сопровождаются некими инструментами, которые позволяют вырезать информацию по нужному району, по нужному интервалу времени. И таким образом для потенциального пользователя это в значительной степени облегчает жизнь, потому что вы получаете информацию уже в нужном формате под нужный регион. Мы потом немножечко поиграем с этим архивом. Достаточно простой архив, последний интерфейс. Вы выбираете переменную, температура, ветер, течение, течение сейчас мы вон ванной укроем, также временной интервал, географическую область и выход, то, что вы хотите на выходе. Причем выходные форматы можно сохранять как в виде графических форматов, так и в виде цифровых форматов, в мазке формате или рашевых форматах, или деактив для воздушных артистов. Многие из архивов сейчас еще поставляют, сохраняясь в форматах KMZ, для использования в простом, по сути дела, архив-системке, это Google Drive. Ну и вот типичная программа, что может делать? Может строить временные ряды архив, может получать карты, усредненные карты, и также в ряде случаев аномалии параметров. Ну это вот как температура для Черного моря за июль 2021 года. Данные по ветру, которые с кикстатом получались, но сейчас оперативного стата здесь нет, он на другом сайте. Но тоже очень полезная информация, когда вы говорите о температуре и пытаетесь интерпретировать спутниковые данные или те контрасты температуры, которые наблюдаются на спутниковых данных и к диапазонах. Ну и опять же, здесь существует огромное количество различных данных глобальных, непосредственно уже, которые можно получать в оперативном режиме. То есть, если первая поэта была инструментская рамка, которую можно вырезать, то существует огромное количество директорий, в рамках которых вы просто можете входить и свободно получать данные о большом широком ряде параметров. Следующий, один из моих любимых сайтов, это уже на восточном побережье США, Бодорской, Флайце, и это Ошен-Конг. Специальные проекты были запущены, когда началась оптическая эра, космическая, когда количественные параметры начали получаться с 1998 года. И в скором будущем возник вот такого вот рода сайт, который позволяет достаточно быстро получать информацию о разных характеристиках океана, в первую очередь оптических, но также и температурных. Ну и мы остановимся с вами немножко попозже, поработаем вот с этим инструментом, который называется Джамай. Это идея, по-моему, и реализация идеи очень великолепная, потому что в большинстве случаев требуются не только данные одного вида, допустим, там, температуры или оптические, но и сопутствующие метеорологические или какие-нибудь еще данные, данные моделирования. Вот, и вот этот вот инструмент Джованни позволяет получить информацию уже по вырезанной области, по вырезанному интервалу времени. Ну, например, это так называемые котированные данные третьего уровня. Мы можем выбрать глобально, допустим, за каждый день данные и получить информацию либо там о температуре поверхности океана, так как мы нацелены здесь сейчас, вот в первую очередь на ЭКО, либо о оптических параметрах. Причем существуют карты уже построенные и осредненные, это и трехдневки, и восьмидневки, отсюда можно получить сезонный ход, сезонные карты, и также средние и аномалии отклонения от света. Ну, вот этот вот сам пункт Джованни, очень простой интерфейс. Как я и говорил, что не только у нас океанографические продукты есть, но и всевозможные вещи, связанные с сельским хозяйством, метеорологией и так далее, и так далее, и так далее. Мне очень нравится всегда здесь лозунг, который у этого инструмента. Это мост между наукой и для меня. Делал этот сайт и был один из ответственных. Тут у нас бывший из Советского Союза ученый, Григорий Левков, к сожалению, в прошлом году ушел. И в этом году осенью была посвященная большая конференция, именно его память. Вот здесь вы можете просто-напросто выбирать целый ряд параметров, делать сабсетирование на карте, вырезать район, который вы хотите изучать, и дальше получать продукты. Продукты тоже можно примечать как в виде карт, так и в виде графических, еще графиков для каких-то выбранных областей, временная изменчивость. То есть, достаточно удобный продукт для изучения региональных особенностей в любом регионе мира. Это сопрано, это немножко не по температуре, но это вот туз, который сделан во Франции, и который тоже позволяет изучать, в первую очередь, здесь шероховатость поверхности, используя данные осаны. Это очень удобно сопоставлять с оптическими различного рода данными. Достаточно удобный инструмент находится, опять же, в NASA, так называется, сейчас он называется LANS, перед этим назывался PUSCAD Rabbit Fire. Это данные с камерой MODIS, которые можно просматривать с задержкой буквально в нескольких числах после пролета спутника, картиранные с полным разрешением данные, доступные на этом сайте. Два инструмента есть, это так называемый Web Mapping Service, когда со всего земного шара можно получать карты и сохранять их в различного рода форматах, в том числе удобных для использования в ГИСах, в геотипах. И вторая вещь, это существует уже определенная нарезка по всему миру сапседов, в рамках которой, то есть определенных географических областей, вы можете получать достаточно быстро карты по исследованию района. Допустим, вы проводите какую-то экспедицию, вам интересно, что творится вокруг, очень удобный сайт. Вот это примеры сапседов. И здесь не только информация по морю существует, но и есть некий целый ряд дополнительных информаций, например, оперативное обновление пожара, они здесь тоже непосредственно на этом сайте находятся. Ну это вот, как вырезать, допустим, какие-то кусочки. Вот, в первую очередь, данные, которые хранятся здесь, это данные, может быть, не для численного анализа, а для визуального анализа, но очень быстро, и можно посмотреть, как развиваются те или иные облачные системы в течение буквально нескольких часов, потому что спутниковые данные идут как со спутника Ахват, так и со спутника ТЭР, это примерно 2 часа разница. Очень неплохой инструмент для решения целого круга задач. Ну, как я говорил, что в последние годы свободным доступом остались данные высокого разрешения. Это данные со спутника Ланса, характеристики его до первого отдела, до 30 метров разрешения, и в тепловом канале, который в рамках вот тех задач, которые ставятся в первую очередь перед вот этим шеклом лекции, это 60 метров разрешения. Это очень высокое разрешение, которое позволяет исследовать тепловые особенности объектов морских, и, как я уже говорил, получать информацию о разнице температур в бухтах, в малых металлодных заливах, исследовать ампелинги и так далее. Интерфейс тоже очень простой. Сначала выбирается район, который вы хотите на карте, и дальше вы видите превьюшки, которые позволяют выбирать тот или иной снимок, и уже вы здесь видите непосредственно, существует ли облачность на этом снимке, или не существует, по времени ему подать. Требует тоже предварительная регистрация этот сервис. Регистрация свободная. Есть еще один интерфейс, который позволяет работать с данным высокого разрешения Аддсата, это F-Science Data Interface. В рамках его тоже возможно получение информации о исследуемой ахваттории территории с высоким разрешением. И здесь главное то, что вам не всегда нужно грузить на этом сайте информацию полного разрешения в достаточно большие файлы. Это, как правило, 150-170 мегабайт. Вы можете выбрать там по канальной данной и загрузить только, допустим, тот интересующийся канал, который интересует вас. Ну, кроме данных высокого разрешения, здесь же содержится всевозможное количество, большое количество данных по Земле. Это индексы вегетации и всевозможные композиты, составляющие, охарактеризующие состояние экосистемы как в суши, так и море. Вот это показано, как работать с этим интерфейсом, получение. Ну, и вот вы выходите, когда, как я уже сказал, вы можете загружать не полные файлы больших размеров, а какие-то, допустим, арбниканалы, которые даже значительно меньше, там, на порядке меньше, у вас много. Ну, и вот способы, принципы применения данных таких лансаторов. Это достаточно высокое разрешение. Здесь видны нефтяные разливы. После аварии в 2007 году достаточно долго в Керченском проливе у нас сочились загрязнения. Ну, и то, что важно, что эти данные можно использовать в комплексе с любого другого рода данными. Здесь примеры, опять же, данных ланса. Там мы видим, что достаточно хорошо разрешают следоваться поставление с радором светодиодной апертуры и с модельсом оптика, радиолокация, опять же, оптика высокого разрешения, на которое можно разделять некие особенности. И отделять не просто форму пленку и положение пленки, а толстую пленку и тонкую пленку. Это пример, опять же, разных лансаторовских. Ну, существует сервис, так называемый, Мирари. Это для работы уже в первую очередь с европейским искупниками Мэвисом и ОСАРом, в рамках которого мы можете вывязать и получать изображение не данные, как таковые количественные, но изображение полного разрешения для всего мирового океана, которые могут быть использованы или полезны для целого ряда решения задач. Пример. Кроме непосредственно спутниковых данных, существуют данные хорошие, достаточно метеорологических архивов, в рамках которых вы можете получать сопутствующую информацию. Ну и вот один из них Это Саковский Nation Center for Environmental Prediction, NOAA, в рамках которого можно выбирать исторические данные с разрешением 2 км, и текущие данные, и строить прогнозы, прогностические данные на период до недели вперед. Это очень полезно и в свободном доступе. Вы выбираете данные. Примеры тоже оттуда здесь. Отсюда вы можете вытаскивать температуру до уровня 2 метра, осадки, характеристики ветра, и получать вместе с картами также и прогнозы или анализ данных по изменчивости параметров, какие будут по исследуемой области. Зачастую исследованием уже в области дистанционного зондирования не всегда интересно иметь какие-то уже готовые продукты, но и существует несколько способов доступа к данным, так называемых, первого уровня обработки Level 1. И это вот основной для данных МОВИСа. Это сайт, опять же, в городской слайд-центре, ЛАДСВ, в котором вы выбираете данные, осуществляете задачу параметров, которые вы хотите получить в публике данных МОВИСа, МОВИС ТЕРА, географическую выборку, и получаете информацию непосредственно уже, которую потом можно будет копировать, а копировать, чем я тоже покажу, простой бесплатный тур, который есть. Ну, это вот лёд на севере Каспии и высыхающее Авральское море. МОВИС. Это, наверное, одна из самых глобальных, то, что говорится, man-made, сделан человеком катастроф экологических на всем безумшающее. Ну, это ЛАДСВ. Имеет свой интерфейс для данных ЛАДСВ, в рамках которого вы можете выбирать различного рода данные для европейских спутников, достаточно удобно. Вот, часть из данных, большая часть свободных, есть данные закрыты, как РАДО, синтезированная аспектура, и МОВИС. Они тоже частично, потенциально возможно получить в рамках нескольких там писем, переписок, у кого тоже пароли для получения вот этой вот информации. Ну, и, наконец, это инструмент, один из главных инструментов, который очень удобный. Это фирма Брокман КАЦАВ. КАЦАВ разработала программный комплекс, который называется BIM. И очень удобные программы, которые содержат огромное количество фильтров и позволяют обрабатывать практически любую студенкую информацию, которая хранится в HD, вне CDF формата, грибах, гридах и так далее. Ну, и возвращаясь немножко теперь назад к вчерашней вещах, я хотел бы показать несколько слайдов, связанных... Можете выбирать параметры, параметры по разным студникам. Это могут быть оптические данные, могут быть температура, по всему мировому океану. Это картированные данные с разрешением 9 или 4 километра мы можем выбрать. Дневные или, допустим, композиты воздельные. Ну, и эти данные можно также загрузить в виде сразу же картиночек, если вы хотите, или в цифровых форматах, в рамках которых потом можно будет обрабатывать эти... Эта информация извлекать вручную то, что вы хотите. Сейчас мы попытаемся, я не знаю, насколько быстрее здесь интернет, загрузить картиночку. Ну, вот это за последнюю неделю карта температуры за 8 дней по всему мировому океану сделана из спутников серии АКО. Понятно, темные пятна это отсутствие данных, уже лед, либо сквашная облачность была в течение всей недели и не позволяла восстановить. То есть быстро картированная информация в теоретическом формате для каких-то исследований может быть получена непосредственно вот с этого сайта. Или же, опять же, в HDF или не CD-формате, это цифровые форматы, которые читаются различного рода программами и комплексами, может быть получена информация о числовых значениях. Так, сейчас вот эту вещь покажу. Я покажу немножко больше. Вот готова карта. У нас параметры, которые мы запросили, а именно это температура и шкала. Шкала у нас на предыдущем слайде, где мы можем легко и достаточно подготовить материал. Вот здесь отсюда выбор различного рода параметров. Это оптические данные, C-LIFS, сканера MOVIS. Ну и то, что интересно для океанологов, в принципе, сейчас появились оценочные продукты, они еще не являются базовыми. Вот это аквариум, аквариум спутник, который позволяет оценивать как скорость ветра, так же соленость. Это достаточно новые миссии, которые позволяют получать достаточно важную информацию для океанологов по всему мировому океану. Левел 1 и левел 2. То есть, как я уже говорил, это картированная информация, спутник у нас смотрит на Землю, у нас человеческая земля, она кривая. И реальные пролеты спутника, конечно, они не соответствуют, не являются картой, а требуют некой картографической привязки. Ну вот, например, это пролеты за последние дни на нашем районе, в котором мы находимся, в Санкт-Петербурге. И вот мы видим, допустим, отсюда легко достаточно выбрать, есть ли какая-то информация, информация или все закрыто облаками. Ну вот, какой-то снимочек за предыдущие дни. Мы видим превью здесь. И дальше, дальше что можно сделать? Опять же, получить здесь температуру превью, превью, концентрация хлорофилла. Это только называемое изображение в квазе реальных цветов. И тут же отсюда непосредственно мы можем получить доступ к данным второму уровню. Второму уровню, если что, это не картированная информация полного разрешения, но уже с рассчитанным параметром, цифровым рассчитанным параметром. Или даже отсюда к уровню НАВА1А, это регистрируемая радиация на уровне спутника, если вы хотите обрабатывать эти данные какими-то своими алгоритмами и методами. Оттуда напрямую можно выйти. И даже каунтом не калибровные вообще радиации. То есть это достаточно удобный архив как для непосредственно экологических пользователей, так и для пользователей, которые занимаются дистанционным зонтированием и хотят использовать информацию в рамках разработки каких-то методик или оценки тех или иных алгоритмов расчета. Так, ну и сейчас моему любимому Джаваню беру. Этот инструмент появился, наверное, лет 5 или 6 лет. И вот, как я уже обращал ваше внимание, очень великолепный лозунг, мозг между данными и науками. Всегда большие сложности. Данные в разных форматах, разных архивах. И зачастую приходится тратить очень много времени только на то, чтобы получить эти данные, распаковать эти данные, кортировать эти данные и потом только приходить к возможности их сравнения, сопоставления или выделения тех или иных параметров, которые или явлений, которые представляют интерес непосредственно для исследователя. Вот это была первая, как мне кажется, очень удачная попытка, когда были совместивающие данные. Как по морю, метеорологические, педипейшен портал, который всевозможные там миссии показывает параметры по различного рода регионам. Атмосферный портал и гидрологический портал. То есть практически для всех наоборот на Земле существует огромное количество различного рода данных. Ну так как основная наша задача это все-таки океанология, здесь не существует доступ, например, к данным сканеров оптического диапазона МОДИС и СИВИЛС, которые содержат кроме тепловых каналов, также каналы по температуре. Ну, с вами давайте попытаемся загружать не максимальное разрешение 4-километрового, да, а 9-километровые данные с камер. И... Попытаемся, я пытаюсь продемонстрировать, показать, как работать с этими простыми интерфейсами. Ну, например, мы выбираем концентрацию хлорофилла мы хотим для какого-то региона. Сейчас мы придумаем, какой регион. Температуру. И дальше идем выбирать. Ну, что будем смотреть? Где будем температуры и концентрации хлорофилла? Ну, давайте попробуем мексиканский заведу. Очень просто. Выбирается, либо вы сдаете координаты уже более жесткие своего района. И мы хотим посмотреть, например, 2012 год. Декабря еще у нас смотря на сединичный. Я взял то, чтобы так подробнее смотреть. У нас уже пишут, что у нас есть до октября. Давайте возьмем подробно. Сентябрь. Что мы хотим получить? Осредненную за это время карту. Можно получить временные виды. Можно разницы, некую статистику и так далее. Отклонения, аномалии и так далее. Аномалии и даже мультипликацию. Сейчас мы пока, допустим, за сентябрь хотим получить карту. То есть идет запрос с архивом данным не вы работаете. То есть работает система, которая находится там. Мы получили данные по концентрации параметра. И соответствующие данные по температуре. Вот шкала температуры не хорошая. Инструмент предусматривает и работу с этим. Вот, допустим, мы можем задать просто-напросто изменение параметра. 24, допустим, до 30. И посылаем. Опять, чтобы картиночку нам раскрасили подругой. Все, мы имеем теперь картинку уже более наглядную, на которой видны градиенты и так далее. Картинку теперь можно напрямую сохранить или получить цифровые данные о том, что хранится в этих картах. Тоже очень простым способом. Доунлод дейта. И дальше. Дальше вы получаете, допустим, сохранить и сохранить эти вещи в ASCII формате, в цифровом формате. Или там, допустим, даже в КМЗ. Это чтобы накладывать непосредственно в Google. И вот этот файл, если что у вас, вы просто загружаете и все. Так, я не буду дальше куда идти. Теперь давайте посмотрим, каким образом можно получить какие-то другие параметры. Вернемся назад. И, допустим, захотели мы для этого же залива получить с января 2007 года интегральные характеристики по сентябрь 2019 года. Так, уже не карту, а временной ряд. Выбираем, район выбран, выбираем параметры, нажимаем на реализацию. И у нас добежала система Акетчик. Достаточно быстро, достаточно удобно. Вы можете получить любые спутники, квалифанны. Вот так вот. Сейчас немножко дольше будет, потому что она, понятно, мы запросили за несколько лет, она запрашивает. Дальше уже вы можете вставлять эти картинки в свои уже презентации, в свои работы и так далее. Они поспешно полученные здесь или анализируются на еды, которые вот сейчас вот тоже будут получены. Опять же говорю, что вот очень удобно, очень удобно. Если, допустим, вот когда мы начинали работать с архивами, с подниками данных, на вот все вот это вот приготовление мы тратили иногда не то, что несколько дней, иногда и по полмесяца, тогда нужно было зайти в архивные данные, загрузить их, обработать, вытащить, так далее. Получится. Сейчас это все достаточно просто и легко, и не надо обладать достаточно большей квалификацией инструментами, и в основе, допустим, сложными программами, допустим, для того, чтобы получить информацию о изменчивости тех или иных параметров в любом регионе мирового океана. Сейчас оно завершает этих параметров. Такой уже много интерфейс достаточно удобно существует и вот физико-шенография, архивия в баджет пропавшего логона. Мы с вами тоже посмотрим, это будет. Зачастую вот время, которое тратится на получение вот этой информации, оно зависит от загруженности сервера на той стороне. Если интернет быстрый, то основная проблема это там. Так, я пока загружу срыв. Вот это все, вот она нарисована. Ну, понятно, что в температуре у нас четко выражен негативной ход, а вот на эфире такого четко выраженного годового обхода нет и таким образом мы имеем сейчас на настоящий момент спутниковые данные, которые уже обработка спутниковых данных, уже интегрирование, получение вот этой информации, которая тоже можно через download легко достаточно сохранить. Какие-то вопросы или что-то по этому архиву. Как я уже говорил, что отсюда с такими же вещами, с таким же интерфейсом можно загрузить не только окинографическую информацию, но и метеорологическую информацию, соединяющую и более того даже в почасовую информацию. Это важно, если вы хотите получать данные, например, о характеристиках осадков или о чем-то более быстром в атмосфере, определяющем характеристики или изменчивость характеристик в вашем регионе. Интерфейсы все такие же практически. Ну и давайте посмотрим просто-напросто. Вот один из примеров. Это просадки. Выбираем какой-нибудь проемок побольше. Вот. Ну берем здесь обработанный дом до августа. За день июль карточка, в которой построить осадки на территории Водины. Весь район у нас осадочек, шкала есть. Осадки мы имеем за указанный день. И это можно делать опять же по всему виду. Если вы исследуете какой-то регион, вы хотите посмотреть изменьшивость, как я уже сказал, можно включить как карты, так и временные ряды. Причем, если мы говорим об осадках, то они помычем и тоже с отличного рода вещей. От модельных чисто до спутниковых данных, получаемых на регулярных основах. Посмотрим. Так. Возвращаемся дальше. И идем. Возвращаемся дальше. И идем. Возвращаемся дальше. Далее подводные данные, как я уже говорил. Это из плашинологии Дейда АКАЙ. Тут я уже показывала эту страничку. И здесь есть возможность получать данные сканера Moris в полном разрешении и здесь достаточно удобный интерфейс для того чтобы просматривать предварительно насколько хороши или насколько плохие данные. Допустим, мы возьмем данные, мы хотим получить интерфейс. Дальше интерфейс достаточно простой опять же. Выбираем какой-то район, интервал времени и допустим запускаем опять же на поиск. Здесь получаем непосредственно прямой доступ собственно к файлу цифровому и кроме этого мы можем посмотреть RGB изображение достаточно высокого разрешения. То есть мы видим, что это действительно допустим Черное море, мы хотим исследовать район открыт от облаков и этот файл нарезка такая 5-минутная может быть загружен непосредственно с сайта. То есть теперь вот непосредственный доступ к этому файлу находится в вашем распоряжении и вы прямо можете сохранить . То есть опять же быстрый доступ к файлу, то что я показывал в данном уровне первого на на ошенковод через свой плацидор, мы можем тоже получить достаточно быструю информацию о объекте. Немножко возвращаемся к этой истории. Назад и вот еще несколько слов, насколько важно знать температуру, изменчивость температуры для объяснения тех или иных эффектов и процессов явлений, аномалий, которые наблюдаются в Сибири. Вот все мы знаем о Крымске, когда 7 июля огромное количество осадков выпало в Крымске, находящемся вот здесь. И формально очень много было там с возможной спекуляции, что является причиной, почему и так далее по этому поводу. Ну вот, анализируя спутниковые данные, мы можем отметить, что в этот момент времени очень сильно перегрелась в предыдущую неделю у нас Азовское море. И получилась такого рода достаточно интересная ситуация, что возник локальный очень небольшой тепло, и он поддерживался восходящими потоками от Азовского моря. И типично, типично, такого рода циклоны достаточно часто возникают в Черном море или в этом регионе, но они двигаются адъективно, если достаточно пересекают ту область. Вот область осадков, ограниченная заждением, она видна. То есть, как правило, через область осадков, когда двигается циклон в каком-нибудь направлении, мы пересекаем только, допустим, большой участок, и количество осадков определяется. Здесь же получилось так, что циклон застационировался и поддерживался высокой температурой в Азовском море. И вся вот эта вот область, она прошла через один и тот же район, в соответствующий достаточно узкой полосой, 60-70 км. И таким образом, все осадки с этого циклона то есть, получилось так, что если у нас двигается кружочек с облаками, мы пересекаем, у нас достаточно небольшое количество. А так получилось, что все они выпали в одном и том же районе. То есть, перегрев Азовского моря способствовал тому, что циклончик стационировался и не тормозился. И дальше все осадки выброшены в достаточно небольшом локальном участке. Интересно, что и второй феномен, который наблюдался в этом районе, в Азовском море, это массовый замор рыбы, он тоже связан с этим же самым перегревом. В результате перегрева и слабого ветра. А вот слабый ветер здесь, вот конец июня, вообще ветер был слабым в районе, как ветер, и в течение практически суток ветер отсутствует. За счет этого осуществляется интенсивный прогрев поверхностного слоя. Блокирование поступления кислорода. И в первую очередь на экосистему Бентаса, А бычок, тонная рыба, будет влиять на то, что кислород не попал туда, то есть тэй. И десятки или сотни тонн рыбы, к сожалению, погибли и были выброшены одни. В интернете есть очень такие впечатляющие, сильные картинки по этому поводу. И даже фильмы вы можете посмотреть. Это я возвращаюсь к чему. Почему важно знать локарную ситуацию, которая находится, которая происходит в данном регионе вашего исследования. Перегрев температуры, как ни странно, получается, Азовского моря, он вызвал две местных катастрофы. Первая – замор Бычка. Вторая – он притормозил, застационировал вот этот маленький циклончик. В результате чего по нетипичной или аномальной траектории двигалась овощность, и вылета была вся вода в Украине Новороссийской горлость, и как историю он затопило Крымск. Займели, а барибочка уже полезна. Сейчас мы попытаемся, вернее я попытаюсь показать, как получить данные высокого разрешения в рамках Global Visualization System. Как я уже говорил, эти данные до последнего времени были закрытыми и платными. И с 2008 года только американское биологическое общество, это USGS, оно открыло эти данные для постоянного пользования любым пользователям. Все, уже живет. Значит, вот смотрите, два типа данных. данных. Первым нужно зайти в коллекция данных, Lansat Orchid. И мы можем дальше посмотреть Lansat 7 с 2003 года. К сожалению, он немножечко шумливый, края за счет того, что зеркало вращается ненормально. Немножко с пометами содержится, но можно использовать. Вот мы возьмем те данные, которые без помет. Талант соотряды. Дальше вы выбираете здесь в интерфейсе снимок, который вы хотите. Можно отбежать по снимку предыдущую сцену, предыдущую, последующую. Ну или выбирать непосредственно то, что вы хотите по времени. Дальше добавляете в список. Отправляете в карте. Здесь она потребует пароль. Пароль простой, вы можете зарегистрироваться и получить. Я использую свой. И то, что удобно, то все эти данные можно получить в достаточно простом формате. Вы можете сразу же получить эти данные в виде картинок полного разрешения. Или в виде геотиповских продуктов. Ну вот сейчас пойдем, допустим, в температурную картиночку мы хотим загрузить. Сохраняем ее. И оптическое изображение. Мы тоже сохраняем. Это очень удобно, как я уже говорил, для изучения неких региональных особенностей, региональных характеристик. Потому что здесь мы имеем достаточно высокого разрешения. Сейчас, если они загрузятся, у нас, конечно, скорость небольшая. Время есть. Я вам пока, может быть, покажу предыдущие картиночки, которые я загружал. Это Санкт-Петербург. Район Финского залива. Вот мы можем увеличить. Это температурная картинка и достаточно хорошо видны градиенты, связанные с аномалиями прогрева. И тут очень интересно для меня, то, что вот канал в руководных. Это июльская картинка. Он тоже достаточно неплохо виден. Это темная таблота. То есть за счет того, что холодная вода всегда постоянно перемешивается. То есть поверхностные слои просто наручка холоднее, чем слои более глубокие. Завершилась вот эта ответственность, которую мы просили у Черного моря. Сейчас мы ее посмотрим. Здесь более веселая картинка, в рамках которой видно в достаточно большое количество, даже не мезомасштабных, а субмезомасштабных процессов появления. Вот серия вихарьков. Сейчас мы их визуализируем немножко поярче. Вихарьки маленького размера. Сейчас мы можем еще раз конкурснуть. Сылья вихарьки маленького размера переносит крестные воды на достаточно большое расстояние по траектории, в общем-то, не совсем типичной. Но это мы видим температуру. Опять же, возвращаясь к тому, что вот комбинация температурных изображений и изображений оптического диапазона. Сейчас мы посмотрим, оптическая у нас там загрузилась или нет. Я не загрузилась, скажем. Позволяет наиболее полный и наиболее четко исследовать данные регионы. Сейчас опять пытаемся вырезать, потому что где-то просто все реже. Это мы все работаем с картинами. Они уже привязаны к изображению. Но не в цифре, а именно... Вот видите, в оптическом изображении, кроме нескольких пятнышек, практически ничего не видно от свечения. А информация вся содержится, то есть именно в тепловом изображении. Это вот нужно каждый раз смотреть, как если вы хотите изучать динамик, что лучше взять. Оптическое изображение или тепловое изображение для данного региона, данного района. Ну и, наконец, я сейчас надеюсь, что мы выйдем в подак. Я попытаюсь продемонстрирую сейчас получать информацию с этого сайта. Здесь чем интересен вот этот вот сайт, что здесь вот существует инструмент, позволяющий доступ к информации с достаточно ранних периодов. Вот, в частности, допустим, температура у нас есть 1985 года. И вы можете посмотреть уже какие-то декадные или квазиклиматические изменения здесь. Как я уже говорил, выбираем параметр температуры. Так, допустим, дневная, ну или, допустим, там, восьми дневных. Временной интегра. 2005 год. 2005 год. Июль. 31. Сентябрь. 1. 2005 год. Географическую область. Ну, что можно посмотреть? Ну, давайте посмотрим. Японский область. Выбираем. Выход. ASCIPROS. Формат. И карту. Параметры широта-долгота. Отправляем запрос. А здесь этот интерфейс позволяет двумя образами работать. Вы можете отправить запрос и ждать вот сейчас вход в адрес предыдущих. Либо здесь отметим FTP. Вы можете получить адрес сайта на FTP, куда он поможет вот эту информацию, которую мы запросили. Ну, сейчас я, наверное, там немного запросил. Надеюсь, что сейчас достаточно быстро просчитаем. И опять же, в отличие от предыдущего сайта, этот сайт несколько более удобен, потому что в Ocean Color от Giovanni, если вы хотите получать карту по месяцу, вам приход придется задавать каждый месяц отдельно. Этот же интерфейс позволяет разбить на интервалы и получить набор карты. По японскому, мы сразу же попросили восьмидневки. И вот они достаточно быстро построены. Красивые картинки, которые вы можете, правда, колоноской мыши, сохранять сразу же. И то, что важно, мы имеем простые данные, простые для любого пользователя. Широта, долгота, значение до температуры для этого интерфейса. То есть вот восьмидневке, в Японское море, мы легко посмотрели, какой мы там взвод направлены, 2005 лет. То есть не надо ничего думать о том, какие там файлы, где они хранятся, в каких форматах. Вы получаете уже в нужном формате очень быстро вот эти данные. Таким образом, опять же, получается так, что архивы позволяют работать, или вот это слово, которое называется дружественным интерфейсом, или user-friendly, очень много дают возможностей для потенциальных пользователей для получения вот такого вот данных информации. Ну и еще на один архивчик мы зайдем с вами. Сейчас мы посмотрим, сделаем сами прогноз погоды вместо гидрометцентра на этот район. Возьмем прогноз, прогноз, который будет закрывать от адреса. Вот, как мы хотим. Следующая картинка. Хотим карту ветра для... Можно самому выбирать, вот есть хастом, район, который мы хотим. Ну, допустим, посмотрим для Европы. То есть мы захотели карту ветра для европейского полуострова на 29-ом зайдя, на 12 часов полуострова поля, континента. Нажимаем кнопочку, сейчас она выйдет, я надеюсь. Нажимаем кнопочку, третийный клиндекс. Ветер на стене. Вот, поехали. Вот это величина ветра. В принципе, в предыдущем можно поставить три и затагиваем две. Вот, а здесь маленькие что-то скилочки есть. Есть инструмент, достаточно удобный инструмент, который работает тоже с прогностическими характеристиками и сделан немножко в другом аспекте. Это сделан в загрузке программ, как у вас есть на компьютере. Это другого, следующего уровня данные, как мне кажется. Архивы. Это у вас загружаете программу непосредственно на компьютер. И дальше уже на вашем компьютере программа осуществляет выбор района, который вы хотите. И вы там уже запрашиваете непосредственно данные. Вот мы запрашиваем пять дней, скидем трехчасовым интервалом, с большим разрешением. Ветер, дождь, давление для интересующего региона. Программа работает следующим образом. Она отправляет запрос в архивы данных и загружает в либовский файл, то есть числовой файл техмассивов, на ваш компьютер. В аналогичном аспекте мы сделали целую серию программ, как сейчас, которые работают также со спутником архива. Ну вот это то, что мы имеем, соответственно, на 2 ноября на 6 утра. И любую точку мы можем теперь посмотреть. Ветер, давление, прогноз. Ну и победу, допустим, посмотреть, где будут осадки, где не будут. То есть большинство прогнозов метеорологических, которые делаются, они основываются на том же ДКС-системе, и используя этого рода данные, вы будете получать информацию, но чуть не хуже, чем Гидрометцентр России. Ну и из другого уровня, вот как я говорил, данные, это так называемые программы, которые работают непосредственно консольные с архивами. Я вам покажу сейчас работу в программке, которую мы сделали с моим молодым сотрудником, в архивной группе, для работы с разного рода спутниковыми архивами. Я показывал, что вы можете вводить каждый из спутниковых архивов, загружать какую-то информацию, какие-то данные получать. Мы пошли по пути такому. Мы сделали программку, которая сама бегает по вот этого рода архива и загружает уже разные из разных архивов информацию о нужных заданных параметрах. Логические данные, артиметрические, допустим, поверхностные течения, температура, хлорофилм, ветер, вот, для, опять же, любого региона. Ну, вот, допустим, Японское море, мы опять, допустим, можно регион выбирать из тех, которые уже есть, или создать новый регион на карте. Так же. И получить данные не с одного архива, а с новых архивов. Вот, я попросил сейчас, допустим, хочу течение на июль месяц, первое число, для Японского моря. Нажимаю старт. И программка сама уже бежит, загружает, должна бежать и загружать данные. Сейчас, в принципе, если она вся сработает, она должна нам выдать вот такую же информацию. Это вот для китайского моря скорость течения. Это важный параметр, вместе с температурой, концентрацией хлорофилла. Мы можем по тематическим данным получать непосредственные скорости течения, вот, либо там с ежемедельным интервалом, либо, по сути дела, даже с ежедневным интервалом. То есть, не только фактические свойства, не только те параметры, которые базируются на непосредственной радиации, но можно получать некие интегральные параметры, которые зависят от тех характеристик, которые мы можем измерять и можем измерять непосредственно в морской силе. Сейчас, давайте посмотрим там. Это вот сейчас выглядит ветерок из НСМ-овских данных, которые я показывала вам. И на основе этого должны строиться карты. Вот они уже строятся по очереди за те сутки, которые мы попросили. То есть, инструмент удобен в чем? Что, непосредственно находясь здесь, вы, опять же, выбираете любой регион Мирового океана, выбираете параметры. Программа знает, из каких архивов набрать вам эти параметры, обработать, коптировать и положить в нужном для вас формате. А формат, опять же, достаточно простой. Вот это широта, долгота одна и другая компоненты. В целом, степени. Сейчас посчитает. То есть, вот, в завершении, может, того, что я сказал, существует сейчас огромное количество массивовых данных, спутниковых данных, методологических данных. И это великолепный, великолепный базис для проведения различного рода научных и научно-прикладных работ. Очень легко сейчас студентам, аспирантам и так далее выполнять те работы, которые раньше тратилось огромное количество времени. Просто огромное количество времени. И, как мне кажется, вот использование тех возможностей, оно может дать достаточно большой шаг в прогресс-перимент. Вы знаете, что, допустим, там, часть археологических исследований сейчас делаются дилетантами на основе просто просмотра карт высокого разрешения, которые находятся просто в губом. То есть, метрового разрешения, орбью или иконос изображения. Они позволяют любому человеку более пристально и внимательно смотреть на любой регион, получать какую-то новую информацию обнаруженную. Также вот эти вот архивы спутниковых данных и текущие спутниковые данные, они позволяют любому пользователю, используя те инструменты, которые у них есть, получить информацию о объекте исследования и получить, создать, соответственно, новые знания. Потому что пока они хранятся в цифровом формате, это просто данные, если вы их обработали, посмотрели, сопоставили, это уже на ОФА, это уже знание. Ну и вот сейчас завершается у нас работа вот этой программки, последний в рамках, который я покажу, что у нас. Сейчас нарисовать это нужно. И если будут какие-то вопросы, опять же, адрес мой есть во вчерашней лекции. Вы можете проконтактировать с сотрудниками лаборатории спутникового и кинографии. Мы открытая система и в любой момент времени, пожалуйста, обращайтесь, спрашивайте. Если есть вопросы, то сейчас можете задавать их сейчас тоже. Спасибо за внимание. Вопросы я жду. Или уже утомилась, да? Да, пожалуйста. Могли бы Вы подсказать, какие будут часто используемые георгий, чтобы с вами система используются для последующего обработки? Вы знаете, достаточно неплохая система в комплекс обработки, то, что я показывал, вот, БРОХМАКОСАЛТОВ, БИН. Она позволяет манипулировать с каналами, делать математические операции с каналами. И что самое важное, я думаю, я показывал, там, БИН, БРОХМАКОСАЛТОВ. Она позволяет, имеет уже огромное количество фильтров, в рамках которых Вы можете перевести из вот тех форматов, которые существуют, на нужную сетку, на одинаковую сетку, и, допустим, манипулировать и делать. Мне очень нравится. Вот, ну, все понятно, что геоинформационные системы или системы, они зависит от того, от каких-то главных задач вы хотите получить. То есть, что Вы хотите получить в качестве продукта. Если это, вот, математическая обработка, получение, обработка алгоритмов, отработка каких-то скутников и так далее, БИНДИСАТ, достаточно удобная программа, вот, для обработки непосредственно от разного рода скутниковых изображений. Вот. Отображение я, в ряде случаев, когда меняюсь, я просто использую, допустим, Google Prof, потому что большинство вот этих вот архивов позволяет напрямую сохранять в КМЗ-формате данные. Вот. И это примитивная, простая, но свободный доступ к геоинформационной системе, которая позволяет накладывать по очереди изображения, просматривать их, визуализировать, подготавливать презентационные материалы, и даже, допустим, там, некие вещи там сопоставлять, так как есть возможность менять прозрачность тех или иных слоев, которые Вы наносите, и смотреть соответственно. Но это, опять же, будет зависеть от того, что Вы хотите получить на выходе. Ну и. Построил она у нас и нет. Что-то она тут жужжится. Хорошо. Еще раз спасибо большое за внимание. Какие-то вопросы, если что, будут? В рамках Вашей текущей работы, в рамках Ваших будущих работ. Обращайтесь. Спасибо. be